Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Мангровия. Станьте новым вождем племени, живущего на прекрасном тропическом архипелаге. Внутри коробки большое количество разнообразных картонных и деревянных компонентов, которые пригодятся вам в игре. Правила на двух или трех игроков немного отличаются от основных, поэтому представим, что в нашем случае играют пятеро. Каждый игрок выбирает цвет и забирает все соответствующие компоненты. Маркеры игроков располагаются на треке подсчета победных очков и на шкале амулетов. Райские птицы помещаются на клетки леса и воды, а лодка занимает свое место. Амулеты ценностью 1 формируют стопку, а особые тайлы кладутся в стопку по возрастанию. Первый игрок получает талисман, а затем все игроки в порядке очередности первого хода получают по комплекту из двух стартовых карт. Из колоды ландшафтов каждый игрок получает по две случайные карты, а затем обе колоды ландшафтов и значений формируют рынок из трех и четырех открытых карт соответственно. Игровой раунд состоит из трех фаз, каждый из которых проходит в строгой последовательности. Для начала все игроки по очереди размещают по чаше на архипелаге, тем самым выбирая одно из доступных действий. Затем лодка начинает двигаться вокруг архипелага, а когда она проплывает мимо действия, игрок выполняет его. Все они делятся на три больших типа, и есть одно особое. Взять карты в открытую или закрытую, но в строгой последовательности указанной на ячейке действия. Открытые берутся с рынка, закрытые сверху колоды. Получить амулеты в зависимости от количества построенных у игрока хижин. Построить хижины. Для строительства нужно ровно уплатить цену, указанную на клетке ландшафта, при помощи своих карт значений или амулетов, в зависимости от требований. Плюс карту самого ландшафта. Если на территории, где вы построили хижину, указаны победные очки, они сразу же начисляются. Однако строить хижины можно только на территориях того типа, на которые указывают райские птички. Если хижина построена в особой области, игрок располагает под ней верхний особый тайл. Внимание! Действие 9 предписывает построить двойную хижину на одной и той же территории, а 10 – две хижины в разных местах. И, наконец, последнее действие позволяет переместить райских птичек на другие типы ландшафта, а затем забрать маркер первого игрока. Если этот маркер не был передан таким образом, его получает сосед справа от текущего первого игрока. Затем чаши убираются с архипелага, лодка возвращается наверх, а карты на рынке снова пополняются до 3 и 4 соответственно. А если никто из игроков не занимал в этом раунде пристань 1-12, райские птички перелетают на незанятые клетки скалы оракула сами. Раунд, в котором один из игроков выставит на поле свою последнюю хижину, будет последним, а затем начинается подсчет очков. Для начала игроки смотрят, кто построил большинство хижин на каждой из четырех вертикальных и четырех горизонтальных троп богов. Лидер получает количество очков по первому значению, второе место по второму. Также по количеству хижин считаются очки и в особой области. В каменной области число очков равно количеству хижин игрока, умноженному на количество всех хижин в этой области. И, наконец, каждый игрок получает очки со всех оставшихся у него амулетов. Мангровия — это очень красивая и интересная стратегия в тропическом сеттинге, а вождем в ней сможет стать только самый предприимчивый строитель. Мангровия — это очень красивая и интересная стратегия в тропическом сеттинге.